Большинство наших собеседников говорят, на изменение погоды организм не реагирует. Однако встретились нам и метеозависимые люди. У меня иногда коленки, знаете, бывают. Да и ничем не лечусь. Бывает, да. Бывает, реагируют, да. А что вы делаете, когда вот так происходит? Ну, я предпочитаю не напрягаться в этот момент просто. Как-то оно проходит, как-то, наверное, не глубоко цепляет, наверное, меня это. Рассказали наши собеседники о том, что они предпринимают, чтобы повысить сопротивляемость организма, различным сезонным заболеваниям. Вот видите, например, февраль. А я, дама, как вы видите, какого возраста. Я вышла, как это называется, по три салумумбы, как сейчас по-нашему. И вот я иду пешком на вторую фонтану. Вот это мой способ повышения иммунитета. Я считаю, что он у нас в Одессе самый адекватный. В том смысле, что у нас есть море, что у нас богато йодом атмосфера. И поэтому мы имеем полную возможность самооздоровляться. Просто, элементарно, без каких-либо затрат, материальных, денежных и так далее. Обязательно, каждое утро. Чай с лимоном, с имбирем. Ну, овощи свежие, конечно. Просто, чтобы витамины были. Но ничего особенного. Лекарства не принимаю никакие. Фрукты, яблоки, апельсины. Бандарины, такой банан. Бывает. Ну, не часто, но иногда. Ожимания по утрам. Я просыпаюсь в полпятого, делаю систему йога на полу, упражнения все делаю. Потом еще вот это острый хондроз, да, значит, поворачиваю шею туда-сюда, плечи. Это я делаю утром. Я живу за городом. У меня выйдешь в огород, прогулка на свежем воздухе. Обойдешь вокруг дома, пойдешь, белье повесишь, там огородик туда-сюда, свежий воздух. Пью каждый день чай. И пью, получается, постоянно с медом, так как я заменяю сахар. Занимаюсь спортом, а также люблю прогуливаться возле моря, дышать воздухом морским.